Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что никак нельзя объяснить ребёнку того, о чём вы говорите. Ну, потому что играть лучше, интереснее, чем учиться, если учёба не интересна, если учёба не как бы включает в себя мотивацию. То, о чём говорите вы, что нужно сначала учиться, потом в свободное время играть, ну, хорошо, а зачем учиться? Ну, вот вы можете объяснить, зачем учиться ребёнку? А так, чтобы ему было интересно? Или заставлять просто, типа, ну, вот учиться, правильно, чтобы учиться? Понимаете, если ребёнок не понимает, для чего ему учиться, ребёнок не видит для себя каких-то моментов, да, чтобы учиться, ну, вот вам, пожалуйста, результат. Ну, вы не объяснили ребёнку, для чего ему нужно учиться? Не объяснили. Вы не объяснили ребёнку, что, ну, что он получает, когда учиться? Не объяснили. Ну и всё. Собственно говоря. Плюс ещё, я так понял, что у ребёнка есть некоторые проблемы с папой, то есть, ну, то есть, с мужской фигурой есть проблематика. Как мне показалось, опять же, понимаете, да? Вот. Ну, это, вот, тоже такой довольно, довольно важный момент. Потому что, потому что, потому что, если человек не взаимодействует, с взрослым человеком, с моего пола, вот, что возникает проблемы, к сожалению, вот. Узыкают, трудно. К сожалению, опять же. Вот. И им, как бы, как бы, а в этом, в этом им заключается суть, как мне кажется. Но вы пытаетесь, вы пытаетесь, вы пытаетесь заставить, вот, вы пытаетесь заставить человек что-то делать. Ну, вон, как бы, но сильно это не получается. Так или иначе. То есть, ну, я не знаю, не знаю, видится вы или нет, да, но это не получается. В этом, как бы, основной момент. Вот. Ну, как бы, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Да? Вот. Вот. Собственно, собственно, то, что нужно вам сказать. Как мне кажется. Вот. Поэтому, замотивируйте ребенка с права. Прежде чем требуется научиться. Опять же, заражение, как вы говорите, заражение, заражение не происходит на ровном месте. Если, если, если ребенок заражается, как вы говорите, какой-то игрой он заражается, потому что, что-то, ну, позволяет ему это. Он заражается этим, потому что, что-то его, условно говоря, цепляет в реальный мир. Понимаете, да, зачем идет речь? Тут вот очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. И, собственно, дальше уже можно говорить как раз о том, что делать. То есть можно, да, дальше, дальше уже можно как раз таки говорить о том, как, ну, следовести, вот, в этой ситуации. Вот таки вот, как я могу вам сказать. Вот. С точки зрения психологии с точки зрения психотерапии. Ну, вот. С точки зрения психотерапии. Ну, вот. С точки зрения... Ну, с точки зрения, девки, к примеру, опять, да, понимается, что я имею в виду. Вот, вот это, так, в принципе, и работают. Вот, на этом все. Я думаю, есть определенные проблемы, мне кажется, у вас в семье, в первую очередь, есть определенные трудности у вас в отношениях, как бы, и мне кажется, что именно атмосферу всей семьи нужно в первую очередь корректировать. Чтобы ребенку был компонент, чтобы он не стремился, извините, уходить в игры. Ну, уходить в игры. Вот, примерно, такой ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!